Приветствую вас, уважаемые дамы и господа, меня зовут Феликс, и сегодня я хочу провести экскурс по Бостону, по одной части Бостона, которая называется Medical Area. Мы находимся на Longwood Avenue и подъезжаем к Medical Area. Что такое Medical Area? Это квартала 3 во все стороны, приблизительно на таком расстоянии, на этой площади находятся самые центральные, самые крупные госпиталя Бостона, да и не только Бостон. Эти госпиталя известны на всю Америку. Вы спросите, почему именно в Бостоне самые крупные, известные госпиталя? Да потому что у нас в Массачусетсе есть Харвардский университет, и вообще Бостон является центром науки, культуры и образования всей страны. Поэтому здесь самые лучшие собранные силы медицинские, и в госпиталях этих делают самые операции, самые сложные операции по самому последнему уровню техники и технологии. Сегодня я хочу показать вот такой кусочек небольшой, самый центр Longwood Avenue, угол Бруклайн Avenue. Впереди вы видите, вот сейчас вы видите Джослин Диабетический Центр. Это центр, который излечивает диабетиков и наблюдает за ними. А также там же есть самая лучшая клиника, глазная клиника, которая находится там же. Кстати, я работал в этом центре больше пяти лет. Кстати, очень-очень хорошее место для работы, очень интересное. Это эрея, где находятся самые известные госпиталя. И здесь много студентов, студентов со всего мира, которые приезжают учиться в Бостон, и потом разъезжаются по всему миру. Я специально остановился вот на этом паркинге велосипедов. Здесь дают в рент велосипеды для того, чтобы разгрузить трафики и тем же самым дать людям немножко больше физической нагрузки. Это пришло в Бостон буквально пару лет тому. Вот здесь находится самый известный по всей Америке госпиталь Children's Hospital. Это детский госпиталь. 20 лет тому назад нам пришлось пользоваться услугами, сервисом этого госпиталя для нашего маленького ребенка. Это было, конечно, супер, особенно для вновь прибывших. Вот Джостин Диабетический Центр, где я проработал 5 лет и ушел буквально 5 лет тому назад. Причину я скажу чуть позже. Мне не разрешили показывать много, снимать много. Вот с правой стороны, видите, такое стеклянное большое многоэтажное здание. Вот здесь, на этом месте был паркинг-лот от Джостин Диабетического Центра, где мы ставили машины на весь день для нас. Это было бесплатно. Но 5 лет тому назад вдруг решили строить это здание. И у нас забрали этот паркинг-лот и предложили ставить машины вот напротив в госпиталях, в гаражах. И там в день паркинг стоит всего от 35 до 40 долларов. Я посчитал, что это не стоит того, что это очень дорого для меня. Нет смысла работать и платить такие деньги за гараж. Вот здесь был у нас паркинг-лот. Мы едем в сторону Бруклайна. Город Бруклайн. Это вот я вам сейчас скажу, как, например, в Одессе был Ленинский, Ильичевский район, Центральный район. А здесь это маленькие города. Вот это город Бруклайн. Сейчас вот за светофором уже граница города Бруклайна. Это город, где живут много китайцев и много русских эмиграции первой волны. Где-то 40-50 лет тому назад, которые приехали в Америку. Очень довольно дорогой город. И, естественно, мы имели возможность там поселиться, но передумали. А вот с правой стороны проходит ветка метро, бостонского метро. Вот видите, зеленые трамвайчики, они вышли наружу. Здесь есть три ветки метро. Красная, голубая и зеленая. Эта зеленая одна из этих ветвей. Конечно, не сравнить бостонское метро с московским, киевским или ташкентским. По-моему, ташкентское метро самое красивое в мире. Конечно же, оно молодое, ему всего 30-40 лет. Но действительно, с таким шиком, мрамором оно сделано. Каждая станция это просто шедевр. Вот мы проезжаем через город Бруклайн. Довольно чистый город, но, как я сказал раньше, довольно дорогой. Вот, в принципе, и все, что я хотел сегодня вам показать. Такой небольшой экскурс. Позже, когда будет теплее, я проеду по городу. И там есть, что показать. Поверьте мне, вам понравится. Сейчас довольно еще холодно делать такие экскурсии. На этом я заканчиваю. Всего вам хорошего. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!